На данный момент все, кто думает ехать во Вроцово, подумайте дважды, потому что мы во Вроцове, во Вроцове, сейчас мало вакансий, наехало очень много людей. Да вообще не едьте сюда, едьте в другие города, едьте в Гданск, едьте рыбу чистить на рыбзавод или в Варшаву арматуру крутить. Я вам серьезно говорю, Вроцово милый городок, но он даже не миллионник, как бы сработать здесь сложно сейчас. В принципе, под Вроцовом конгломерация большая, заводы там всякие, возможно, но сейчас нет мест, в данный момент, то есть средина февраля, возможно будет через месяц, не знаю, как будет. Мы нашли работу с трудом, потратили три дня, но и того, на данный момент у нас нет жилья, хотя работа предполагает наличие жилья. Ну, то есть, жилье будет, только когда мы устроимся. Устроимся мы не раньше, чем через 10 дней. Короче, такая дилемма, вот, для всех тех ребят, кто едет по воеводскому приглашению и, конечно же, не к своему работодателю, подумайте еще, зачем вы это делаете вообще. Не едьте по воеводскому, едьте по обычных приглашениях. Именно вы их сможете легко поменять, в принципе, на месте, но это тоже требует затрат времени. Вы будете ждать недели две, недели десять минимум. И на это время у вас должны быть деньги. Вы должны где-то жить. То есть, нам работу дали, но жить, мы не знаем, где жить. Мы не знаем, где мы будем завтра. Возможно, мы едем обратно в Украину на пару недель. Вот, такая ситуация. Поэтому, когда вы ездите в Польшу, обязательно не поленитесь. Вот, реально, хороший совет. Почитайте про города. Посмотрите, где, где, что, как. В Польше, да, крутые города. И есть огромные города, у которых возможностей больше. Такие, как Краков, такие, как Варшава, такие, как, может быть, тот же. Я, честно, сам не знаю. Поймал себя на этом сейчас. Не знаю. Надо самым почитать. И вы почитайте, не ленитесь. Все, давайте, до встречи. Спасибо.